Добрый вечер, дамы и господа. Мы продолжаем наш великолепный курс. Вчера мы прочитали с вами главу, которая называется Р.Э. Из этой главы мы много чего разобрали. А на сегодня нам Анна, за что я недельное спасибо, приготовила 15-й параграф, 15-й параграф книги Дворим, которая уходит в недельный раздел Р.Э. Вот мы его сегодня будем разбирать. Ну, как обычно, Анна выделяет желтым имена собственные и зеленым те слова, которые выносятся в словарь. И, ну, посмотрим, если у нас время останется. Есть еще маленький сюрпризик тоже благодаря Анне. Итак, начнем. Пожалуй, сейчас, минуточку я себе устрою экранчик. Так, ну вот, примерно как-то вот так. Видно мой экран, да? Видно? Я демонстрацию делаю? Да, да, да. Да, все видно. Прекрасно. Значит, так. Микет шевашаним та сэ шмита. Я начинаю с краткой фразы. По окончании, то есть буквально к концу семи лет, сделай шмита. Что такое шмита, сейчас будет объясняться. Но буквально это что? Отпускание и выпускание и седьмой год. То есть еще он называется шанахашвит. С седьмым годом связано несколько особых законов. Что-то из них будет тут рассматриваться. Я прошу обратить внимание еще и на слово микет. Это точно в точности название одной из недельных глав из книги Брешит, которая, как правило, выпадает на ханку. То есть к концу. Или буквально из конца. Кец – это конец. Так. Теперь передаю микрофон Анне. И поворачиваю текст на вторую фразу. Прошу вас. Так. Ла-шек, да. Вот какое-то слово вы тут с согласовками немножко не так прочитали. Я уже забыл какое-то, да. Интересно. Вот эти слова интересные. Я вот и гаш, я думала, типа, достичь, достичь, как вот подойти, достичь. Ла-гешет. Да, да, да. Ла-гешет. Нет, нет, здесь что-то такое. Да. Приходят друг к другу. Да, тут вот не гаш. А, марша, извлекатель, это вы добавили. Потому что, да, у меня потом вспомнили. Да, да, да. Ага. И вот, и вот, и вот. Да. Хоть это у вас правильно. Вот. И вот дело, и вот вещи. Или вот что такое шмита. Шамот отпустит, отпустит, простит всякий хозяин, как это, протянет руку, который протянул руку к ближнему своему. Как-то так. Сейчас посмотрю, что в переводе. Что прямо так в переводе сказано. Ну, что-то так, да. Так, сейчас скажу, да. Когда? Да. Шмита состоит в том, чтобы каждый, вот шамот – это кредитор. Тут словарь такого не дает, но переводчики так пишут. Шамот – это взаимодавец. Кредитор каждый, который тут получается, у которого протянута рука, протянута рука его, или у которого вытянута рука его, который… Протянут руку, да. Имеется в виду, даст в долг, видимо. Ну, да, да. Который дает в долг. Да. Простит он ближнему своему и ло и гас. Ло и гас. И не взыщет с ближнего своего, и с брата своего, ибо кора, ибо провозгласила, провозглашена шмита для Всевышнего. Вы имеете в виду, видимо, когда в Росшана, когда говорят, что наступает седьмой год, именно вот в этот момент и подразумевается. По-моему, к концу седьмого года шмита. Но здесь рассматривается, прежде всего, закон о чем? О прощении долгов. Да? Да. Итак, каждый седьмой год, да, каждый седьмой год, год шмиты – это год прощения долгов. Значит, по-моему, прошлый год был шмитой, да? Да. Сейчас уже постепенно, да, да, да. Потому что, значит, есть еще и другие законы, связанные со шмитой, вот, в частности, относительно фруктов и овощей. То есть фрукты, поспевшие, считающиеся урожаем годы шмиты, они имеют особый статус. И вот сейчас постепенно с рынка уходят эти продукты, эти фрукты, да, и поступают новые уже урожаи нынешнего года, которые не относятся к шмите. Ну, это так, для общего сведения. Так, Анна, спасибо, спасибо, все правильно. Так, теперь у нас есть Тимофей, вот, и у нас есть мифлетсов, но мифлетсов мы сегодня не спрашиваем, да? Да. Гимель. Да. Так, значит, чужеземца. Притеснение, по-моему, что-то вот в этом роде. Сейчас я попробую посмотреть, мне кажется, у меня открыт даже перевод, да? Так, это пятнадцать, второй стих, да? Третий, да? Третий. Третий. Взыскивай, взыскивай, да. Да, с чужеземца взыскивай. То есть с ближнего не взыскивай, а с чужеземца, пожалуйста, мент все прочее. Да, взыскивай. И с того, который будет тебе братом твоим, отпусти, отведи руку твою. Да, наверное, так. Тошмит, тошмит. Да. Ну, отсюда, как мы знаем, лейтенант Шмидт. Действительно, эта фраза, спасибо, спасибо, Тимофей. Значит, эта фраза, в общем, дискриминирует все другие народы. Почему еврею велено прощать долги, а другим не велено? Потому что существуют такие законы, которые внутри еврейского народа. Мы не обязаны относиться к другим лучше, чем они сами относятся к себе. Принято во всем мире, что долг есть долг. Если его не отдают вовремя, его следует взыскать. Плоть до определенных мер воздействия. Не правда ли? Вот, аналогично этому, скажем, евреи еврею может одалживать без процентов, только без процентов. Почему? Потому что если сегодня мне понадобилось одолжить деньги у тебя, завтра тебе может понадобиться одолжить у меня. И, соответственно, друг к другу мы должны относиться вот так. Мне приводили такой пример. Жители некоего дома в какой-то момент решили, вот мне нужно стакан соли, а завтра тебе, да, я одолжил у тебя. Завтра ты у меня долживаешь луковицу. Давайте будем прощать друг другу все долги. Не будем записывать, кто кому что должен, но будем знать, что всегда один выручит другого, любой выручит любого. И вот, значит, такой закон внутри этого дома. И некий человек, некий человек услышал это и решил, что он тоже будет, хочет так жить, да. Если он присоединяется к этому дому, да, то, очевидно, он должен оставить там свой адрес. Значит, что если мне надо одолжить два яйца и во всем доме не у кого одолжить, да, то я пойду к нему, допустим, даже за три квартала. Работает это или не работает? Или он должен переехать и жить непосредственно в нашем доме? Ну, вот такие вот аналогии. Так, ну, спасибо, Тимофей. Теперь снова я читаю дальше. Эфес – это буквально ноль. То есть ничего, кроме того, что не будет у тебя Эвьон. Эвьон – это неимущий бедняк. Потому что благословить, благословит Всевышний тебя – «в земле, которую Всевышний Бог твой дает тебе нахала лэришта». Значит, во владение и… Так, похожее слово, Анна, может быть, вы подскажете, какие есть переводы нахала лэришта. Это владеть ею и пользоваться ею. Ну, овладеть, да, владеть и пользоваться. Да, да, вот так. Наследовать, наследовать и пользоваться. Так, ну, мы знаем, что нахала – это земельный надел, который передается по наследству. То есть дети наследуют его от отца. Вот, а лэришет – это вступать во владение. Да, хорошо, Анна, пожалуйста, пять. Угу. Угу. Только если слушаться, послушаешься. Слушаться будешь голоса Всевышнего Господа Бога твоего, чтобы, соблюдая и исполнять все эти заповеди, правда, интересно, всю эту заповедь. Да, да, да. Ну, иногда это в единственном числе. В числе. Всю эту заповедь, которую я заповедую тебе сегодня. Ага. Именно так. То тогда что произойдет, нам прочитает Тимофей из Вав. 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 Ки Ашем Элокеха, берахха, кашер дибер лах, ва ватета, гоим рабим, вата ло тавот. Умашалта, вагоим рабим, уха ло имшолу. Имшолу. Да, да, да. Да, потому что Всевышний Бог твой благословит тебя, как сказал тебе. Угу. Так, ва ватета. Да. И будешь давать в долг буквально. А, да, да. И будешь давать в долг народам многим, а ты не будешь не брать. Да, а вот, да, а, да. Машалта, будешь платить. Ластовывать. А, да. Будь ластовать над народами многими, а над тобой не будут ластовать. Не будут ластовать. Вот, да, это корень. Айн бет тет. Мы сейчас практически не используем его, даже в банковском деле. Вот, означает давать в долг. Сосурать. Да, совершенно верно. Добрый вечер. Здравствуйте. Если вы хотите участвовать, вы... Это Людмила. Это Людмила. Да, ага. Вот, вижу, вижу вас. Угу. Так, Людмила, тогда, пожалуйста, мы вам передаем микрофон. Вы всегда нам помогаете. Да, Зайн, можете перевести? Спасибо. 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 Немножко вы оголосовки не так прочитали, но смысла этого не имеют. Где-то, да, поспешила. Например, да. Ядыха, а не ядыха, но смысл тут тоже самый, да. Ибо будет он... Беха. Беха в тебе, среди тебя имеется в виду, да. Эвьон забыла. Эвьон. А, ну, то есть, среди тебя бедняк, да? Угу. Один из тебя? Да. А, из твоих братьев? Из твоих братьев? Да, один из братьев твоих, да. Ахат шариха. В одних из ворот твоих, как бы, да? Да, 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 да. В каких-то вратах твоих. В стране твоей, который Всевышний, Господь, Бог дал тебе, не темец. Ну, тогда ты не темец, да? Не напрягай силы, не укрепляйся. Не укрепляй что? В сердце твоем. И не сжимаешь. Сжимай, да. Руку твою, а вот ядыха, ядыха, да, лучше, ядыха. Ядыха, ядыха. Ядыха. Не сжимай руку твою от брата твоего бедняка. Совершенно верно, да. То есть, не держи деньги в кулаке, а раскрой свою руку и дай ему, помоги ему. Не жадничай, как бы, да? Не жадничай, да, не жидись. Да, значит, первое слово, ки, ки, оно имеет несколько значений, и мы только из традиции и из контекста понимаем. Здесь, наверное, это если будет среди тебя бедняк, то не жадничай. Спасибо, Людмила. Ну, а теперь, очевидно, я беру хэт, да? Да. Ки патоах тифтах эд ядха ло. Ве гаавет та авитен. Дей маха соро. Ашер яхсар ло. Да, здесь ки имеет значение но. Но, но, открыть, откроешь руку твою ему и одолжить, одолжишь им буквально, ну, это, подождите, ну, нет, ну, это ему, ему, извините, да? Что такое дей? Дей достаточно, да, достаточно, да, хэссар, мы знаем, это то, что необходимо. Дашь ему достаточно, чтобы, сколько ему необходимо, но имеется в виду по мере необходимости, да, которая необходима ему. Из этого делается вывод, что если, скажем, богатый человек обеднел и бедный человек обеднел, раньше один был богатым, другой был, ну, такой, ну, скажем, середнячок, а теперь они в одинаковом положении, то первому следует помогать больше, потому что уровень, к которому он привык, выше, да, ему ты должен давать согласно тому, чего ему, конкретно ему, не хватает. А это больше, чем того, что не хватает, ну, так сказать, середнячку. Так, теперь прошу вас, Тед, Анна. Так. Берегись, как бы, береги себя, берегись. Береги себя, да. Чтобы не было такого, не было такого в сердце у тебя. Да. Сердце дурного, дурной мысли, чтобы ты не сказал. Ну, вот, Бли Оль, это вот, словарь такого не знает. Раша проясняет, что в предыдущей, там, где, говоришь, идет в предыдущей разделе, где о жителях города обреченного. Да, Бней Блия Оль, да, совершенно верно. Да, такие дурные, негодные люди там появятся. Да, 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 негодяи. Объяснявшие себя Ермо Всевышнего, Бли Оль. То есть, он производит это слово Оль, Оль, да, Оль Малхуд Шамаем, по первым буквам, это аббревиатура Шама. Шама, да. Так, значит, чтобы ты не сказал такого, приближается седьмой год, год шмиты. Год прощения, да. Год прощения. И, как бы, ты будешь... Плохо будет в глазу твоих. Плохо в глазах твоих будет дать, как бы, ну, получается, злой глаз будет на брате твоем бедняке, и не дашь ты ему, и не дашь ты ему, и воззовет он ко Всевышнему, и будет на тебе грех. Как совершенно, да, 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 не дай Бог. Понятно, понятно, спасибо. Так, теперь Тимофей Юд, пожалуйста. Совершенно верно. Так, давай отдашь ему, и не убоишься, и не убоится сердце твое. Ра – это слово ра, да, вредить причине, делать зло, да. Да, не будешь делать зло сердцу твоему. Да, не сделает зло твое сердце, да. Не будет тебе досадно, вот они переводят. Да, это тоже вижу. Приятно, неприятно, досадно тебе не будет. Да, 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 обидно мне, досадно мне не будет. Да, не будь себе досадно вдавая на твоем ему, потому что благодаря этому, на два раза, благословит себя Всевышний, Бог твой, во всех делах твоих, и во всем, на что прострешь твою руку. Да, 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 пострешь руку твою, совершенно верно. Совершенно верно, да. Я хочу обратить внимание, что практически во всех фразах, да, есть вот такой оборот повторения корня, да, на тон, титен, например. Да, мы обращаем внимание на форму второго слова, потому что оно определяет значение этого выражения в фразе, да, а первое, первое слово – это тот же глагол в форме абсолютного инфинитива. Вот такая форма для усиления используется. Ну, мы знаем это, например, из «шма», «им шамоа, ты шме у». Если послушаться, послушайтесь. Иначе просто русский язык не переведешь с сохранением формы. Так, спасибо. Так, теперь Людмила Юд-Алиф, пожалуйста. Килу Юд-Алиф, эвьон, микэрэф, аарац, алькэн, анохи, метсавха, лэмор. Пат-тох, пат-тох, тифтах, эт-яд-ха, лэ-ахиха, ла-ан-иеха, улэ-эвьон-эха, бэ-ар-цеха. Да, да. Ибо, ну, не знаю сейчас, ибо не отделиться. Не прекратиться буквально, не исчезнет. Не исчезнет бедняк, не исчезнет бедняк из среды Израиля. Да, страны, да. Поэтому я заповедую тебе, говоря, открой, открывая руку твою, брату твоему, глаза твои. А, бедняку, бедняку, они, да, бедняк тут. Да, они, да. Да, и для Авион-эха тоже, по-моему, бедняк, да? Да, да, да. В стране твоей. Да, совершенно верно, да. То есть не переведется бедняк. Как сказано в Талмуде, да, бедность евреев в лицо, как красная утечка белой каббалицы. Да, так назывался спектакль камерного еврейского музыкального театра по Теви-молочнику. По-моему, да, по Теви-молочнику. Так оно и было. Хорошо. О, подождите. Или нет, или нет, или нет. И нет, это нечто оригинальное. Теви-молочник там. Это было отдельно, скрипач на крыше, конечно. Путаю. Так. Спасибо, спасибо, Людмила Юльбет. Читаю я. Ки-и-махер лиха-ахиха га-иври, о га-иврия, ва-абад ха-шеш-шаним у ва-шана-ши-ид, тэ-шал-хэйму ховши, мэ-им-мах, мэ-им-ах, мэ-им-ах. Так. Если продастся, и-махер, да, это будущее время, какого биньяна? Ниф-аль. Ниф-аль – это биньян по силе, биньян страдатель. Махар продал, а-имахер, а-им-ахер был продан. Если будет продан тебе брат твой, а-иври, ну, переведем это как еврей, или а-иврия, соответственно, еврейка. Ва-а-бад ха, и будет работать на тебя, будет работать тебе. Шесть лет, а год седьмой, тэ-шал-хэйну, а-т-пусти его ховши. Ховши – это значит свободно, на свободу. Мэ-им-ах-о тебя. Это уже не законы Шмиты, да. Меня тоже это немножко смутило в свое время, да. Мне сказали, что вне зависимости от года Шмиты, не более шести лет может работать на тебя еврей. То есть он продается тебе в услужение. Это статус, что называется, еврейский. Ну, обычно переводят раб. По сути, это, конечно же, не раб, а наемный рабочий. Значит, ты не имеешь права держать его в услужении более шести лет. Седьмой год. Ты должен его освободить. И не просто освободить. А сейчас Анна прочитает нам, что с ним делать. Прошу вас, Анна. Это речь идет о продаже за, в частности, за кражу. Продавали человека отрабатывать долг, который задал кому-то, кого-то отнял. Так, так. Китиш тешал хэну. Вы китишал хэну ховши. Мэ-амэх. Мэ-им-ах. 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 Лот тешал хэну рэйкан. Когда будешь отпускать его на свободу, на волю от себя, не отпускай его, ну, как бы в пустую, с пустыми руками. Да, с пустыми руками от слова рэйк. Да, совершенно верно. Спасибо, Анна. Я вел молитву, и в какой-то момент в чтении Торы вот было это вот слово рэйкан. А вызов получил один из известных евреев города, который всю жизнь преподавал общественные дисциплины. Вот. И практически весь город был его учениками. Ну, и понятное дело, что с властями он имел определенное отношение. Вот я ему показал это и сказал, что, например, польские евреи это слово читают как райком. Да. Тем, чем его несказанно братом. Так, спасибо, Анна. Теперь Тимофею Юдадалет, пожалуйста. Яд Ахазака. Юдадалет. Аанэйк, таник, ло, митсонха, умигарнуха, уми тувеха, ашэрмбрахуха, ашэмалокеха, титэнло. Да, совершенно верно. Так, таник, таник. Снабжай, а снабди. Да. Да. Из стада твоего? Да. Стада мелкого скота, по-моему, было. Мигарныха. Горен это? Не помню. Мигарныха. Ну, а вот что это такое? Насколько я понимаю, это место хранения зерна. Да. Где его обмолачивают и там же хранят? Ага, да, понятно, да. Умиг веха, екев, это то, где делают вино. Вино, да. Недалеко от меня есть такие вот раскопки древних сооружений. Это практически круг, он может быть диаметром, скажем, от двух метров, даже десяти метров, да, с бортиками. Туда складывали виноград гроздьями, и там его давили, и оттуда сок вытекал, его собирали в бутыли, в бочки и так далее. Я помню, да, пожалуйста, закончите перевод, а я скажу потом про это слово, да? Да, из винодельных твоих, которыми благословил тебя Бог всесильный твой, дай ему. Да, верно, верно, да. Я помню, что в одном из древних переводов было написано «и отточила твоего». Ну, что такое точила? Это электрический мотор, на оси которого закреплен точильный камень, да. И мне было странно, почему именно вот этот инструмент назван, но смысл был, оказывается, что вот истекает, источает сок винограда. Правильно я понял, с точки зрения русского века? Да, правильно. Да, точил. Мы в древности называли вина вот это вот место, где там масло там или вино там, что-то таким образом, что-то таким делали. Мы в Грузии ездили на экскурсию, нам показывали винодельческие хозяйства, именно так там и делали. Там каменные вогреты, там такие вот ямы, и там как раз там где-то в них бродится виноград. Раздабленный, конечно. Да, верно. Так, это был Тимофей, теперь Тет, да, Тет Зайн, мы передаем Людмиле. Тет Ваф, тут? Тет Ваф. Подождите, Тет Ваф, подождите-ка. Извините, Тет Ваф, короче. И вспомни, что рабом был в стране египетской и выкупал. Да. Да. Всевышний или выкупил тебя Всевышний, ну как бы избавил Господь твой оттуда я. Нет, Алькен, поэтому. А поэтому я заповедую тебе эту вещь сегодня. Да, верно. Да, то есть относись с милосердием к рабу, помни, что и сам ты был рабом. Так. Тет Зайн, теперь спасибо, Людмила, Тет Зайн, это я. Так. И будет, если в данном случае ки, по смыслу это есть, скажет тебе. Не уйду от тебя, потому что полюбил я тебя и дом твой, потому что хорошо ему с тобою. Это специальный статус раба, который после шестого года предпочитает не выходить на свободу, да, а оставаться на положении эвэд и в рим, но, сказать, положение далеко не самое худшее, да. По крайней мере, завтрашний день тебе обеспечен, ты уверен в завтрашнем дне, но при этом это не совсем то, что тебе предлагает Всевышний, да. Тем не менее, тем не менее, это разрешено. Если, ну, вспомни, вот, Анна нам напомнила, что как человек, как еврей становится рабом, как он попадает в рабство, по причине бедности он что-то украл, он был пойман, он должен вернуть со штрафом, допустим, в двойном размере, а вернуть его нет, потому что если были деньги, он бы купил, а не украл, да, и тогда его суд продает хозяину, который его купит, да, Хозяин выплачивает компенсацию тому, кого обворовали, да, но сам хозяин в течение определенного времени, да, имеет, как сказать по-русски, ну, навар с того, что у него вот есть этот работник, да, он должен обеспечить ему вполне сносные условия, так, вот. Вот, и понятно, что человек, который попадает в нормальную семью, нормальное хозяйство, видит, как оно должно быть, у него не было, да, первый вариант у него выйти на волю, и теперь, значит, имея пример, сделать так же, да, обзавестись таким же хозяйством. Но, если, так сказать, если он не чувствует в себе достаточно сил, да, он может решиться вот на это, и что же тогда мы с ним делаем, читаем мы в Юдзайн. Пожалуйста. Проколешь, имеется в виду, ухо его к двери. И будет он тебе рабом вечно, но, имеется в виду, вечно до 50-го года, когда хочешь, не хочешь, а всех выгоняют на свободу. И так же с рабыней сделает то же самое, но, имеется в виду, у рабыни ухо не прокалывали, имеется в виду, у женщины могла остаться, но без всяких таких увечий. Тем не менее, да, остаться. Продавали, за, по-моему, как я понимаю, за кражу не продавали. Женщина могла... Да, женщина... Если папаша у него какой-то оказался не очень хороший отец, и продавал... Я не знаю, нет, почему. Папаша хотел обеспечить безбедное существование. Один из вариантов. Я прошу увечения, буквально на минуту я вас покину. Вы продолжайте, я сейчас вернусь, извините. В Израиле экстремальная жара уже второй месяц. Сегодня 41 градус был в Тель-Авиве. В Ярушиламе я сам засекал 38. А завтра, по-моему, в Эйлате обещают 47. Чудово. Вот называется хоммифлатский, вполне можно сказать, хоммифлатский. Да, вполне, вполне. Окей. Так. Ну, держится. Так, держимся. Теперь ют-хет. Чей? Ют-хет или ют-тет? Ют-хет. Ют-хет. Да, Тимофей, да. Хорошо, да. Хорошо, да. Ют-хет. Ну, так, не удерживай. Да. Не затрудняй. Не, да. Не будет трудным в глазах твоих, коль. Так. Да, не будет трудным в глазах твоих. В оплате ему. Беша. Беша. Беша лех, лиш лох. Да, отпустите. Да, в отпущении его, свободным от тебя, потому что... Мишене двойное сахар. Двойное плата. Платил он тебе буквально 6 лет. Да. 6 лет и благословит тебя Всевышний твой во всем, что будешь делать. Да, да, да. То есть он был не просто наемным работником, да, а надежным, на которого всегда можно положиться, и он находился всегда рядом с тобой, и ты знал, где он. Да, да, он был практически членом семьи, да, с тем, чтобы ты, да, чтобы он получил воспитание от тебя и знал, как оно могло бы быть. Так. Есть. Просим, Людмила Ютстед, пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Каждый первенец, да, который родился в среде твоей, и вот... Не-не-не, Евалет был рожден совершенно правильно. Тот же корень, что в слове Елен, да, Юд здесь замечательный. И бык... Да, би в карха, в твоих быках. В быках и в мелком скоте, да? Да. Помнишь? А Захар, в данном случае, это мужского пола. А, мужского пола, так дишь. Так дишь. Ты посвятишь, да? Ты посвятишь Всевышнему Богу твоему, не работай... Ой, да, вот. Да, да, да. Работай на первенце быка твоего, и не... Тогос, это стричь шерсть. И не стричь первенца мелкого скота. Совершенно верно. Да, да, да. Если перворожденный является Захар, да, он получает особый статус. Кодыш. Но в том случае, мы сейчас это увидим, если он цельный, да? Он будет посвящен. Если он родится с увечьем, да, да, ситуация другая. Ты не можешь его ввести в жертву. Вот. Но, по-моему, есть такое, что ты можешь его выкупить. Выкупить каким образом? Таким же животным. Интересный отбор получается. То есть, если он неувечный, он может не выжить. А если увечный, то он выживает. Да, это верно. Получается так. Так. Ну, я читал в свое время в Мишнабрура, как исполняется закон в наше время, когда нет храма. Да, с этим законом приходится считаться. Так. Хорошо. Теперь я читаю кафу. Лифней Ашем Элу Кеха, тохлену шана вешана. Бемаком Ашер Ивкар Ашем, ата уветеха. Перед Всевышним Богом твоим, скушай его. Каждый год, да, на месте, которое измерет Всевышний, скуши вот ты и весь дом твой. То есть, вот этот, да, бычок или барашек, он должен быть зарезан и съеден. В каком месте, мы с вами знаем, что здесь говорится про Ярушилаев. Так, пожалуйста, теперь Анна Кафалев. Тут речь идет, видимо, о животном, которое нужно было принести, отдать. Это отдают, первенцев отдают же коэнам, если самим ничего делать им нельзя. Кушают тех, которые надо бы, надо бы их было принять, они были посвящены, но их они вдруг получили увечья. Их кушать уже, уже можно. Да, то есть, значит, так, минуточку, да, перворожденный, который был выкуплен, да, святость переходит на другое животное, которым он был выкуплен, да, а что делать с ним? Ты имеешь право его есть, да? Да, или выкупленное животное, или то, которое вдруг увечья получило. Да, 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 да. Место, которое нельзя уже заносить и отдавать кому-то. Так, ки-и-е во мун пи-сэ-ах о-и-вэр коль-му-ра во тизбэхэну вэашэм локэха. И если будет у него увечья, хромота или слепота, всякое увечье, ну, нехороший, недостаток, плохой, не приноси его, не приноси его Всевышнему Богу Твоему. Совершенно верно, да. Обратите внимание, что пи-сэ-ах тот же корень имеется слово пэ-сах. Пи-сах, да, подпрыгивай, подпрыгивай. Перепрыгнул, а пошел перепрыгнул. А здесь имеется в виду хромота, как вот хромой человеку, у которого не сгибается нога, не правду сказано, который буквально подпрыгивает при шаге. Вот он называется пи-сэ-ах, прыгающий. Да, да. Вот и-вэр, обратите внимание, да, что в отличие от слова и-в-ри через вав, да, здесь пишется айн, и-в-ри через вэд это еврейский, и-в-ри через вав это слепой. Так, по кэх иврим одна из утренних благословений, дающий зрение слепым. Теперь Кафбет, пожалуйста, чей? Мой. Тимофей. Тимофей. Кафбет. Биша ореха тохлейну атамэ да тагор яхдав кацви вэха аяль. Так, в воротах твоих скушаешь их чистого, то есть не чистого и чистого. Это может кушать как тот, кто в чистоте, так и тот, кто в нечистоте. Чистый и нечистый. Да. Вместе, вместе. То есть буквально из одной. Вместе. Как газель, так и оленя. Да, здесь названы два животных не домашние, дикие, но кошерные. Значит, тебе не придет в голову, скажем, оленя приносить жертву в храме, да, потому что жертвуют домашние животные. Но если значит имелся недостаток, имелось как это называется, мум? Увечья. Увечья. Точнее слово вспоминал, да, то святость снимается искуплением, поэтому кушать его может даже не обязательно тот, кто находится в состоянии ритуальной чистоты, но и тамэ тоже может кушать его. Да? Так? А тохле, но это его, в смысле, скушаешь? Тохле, ну, да, кушать его. Так? И, пожалуйста, теперь Людмила, да, как гибел. Рак эт дамо лотохель аль арат тиш тиш пэхэну камаэм. Только похожего... Кровь, кровь. А только кровь его не ешь на землю. На землю пролей ее как воду. Совершенно верно. Кровь запрещена в пищу, да, имеется в виду та кровь, которая находится в жилах. Та кровь, которая находится в мясе, удаляется высаливанием, вымачиванием, а все остальное это уже не считается кровью. Да, совершенно верно. Спасибо вам большое. Теперь Анна подготовила на тот случай, который у нас сейчас реализуется, когда у нас еще время осталось, весьма любопытный текст, молитва за Меденат Исраэль, молитва за государство Израиля. Вот из Сидора Анна, вот я хотел спросить, тут какие-то слова выделены в скобках, это, наверное, изменение Носаха, да? Нет, это просто, это вот, надо мне прислал текст, чуть-чуть было обрезано, оказывается, это из Сидора, который предусмотрен для этой самой, для этих, господи, как их, для народов мира, для обновенных, у них там немного обрезанных, чуть-чуть обрезанный вариант, А я бы брала обычный Сидор, который для, так сказать, взрослых, взрослых людей, взрослые, да, понятно. Как их назвать, взрослых людей, настоящих евреев, как бы, так сказать, угроженных, да. Версия Лайта, для настоящих. Ну, так. Вот, так сказать, демоверсия, значит, настоящая версия. Понятно. И, значит, вот там все полностью. Мы разберем оба варианта, да, и посмотрим, что к чему относится. Так, я, с вашего позволения, начинаю. Итак, Авинуша Башамай. Сур Исраэн. А, практически. А, я не сделал. Понятно, понятно, понятно. Это я у себя... Закрой этот, да, правильно, молодец. Открой этот самый второй документ из своего демонстрации. Да, 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 все понятно. Конечно, это я просто забыл, да. Итак, вот она. Авинуша Башамай. Сур Исраэль. Бе Го Алло. Барэх эт мединат Исраэль. Рэйшит самихат геу. Хаг геула. Или хаг геула тэну. Авинуша Башамай. Отец наш небесный на небесах. Что на небесах? Сур Исраэль. Да, твердыня Израэля. Вроде бы так это переводится. Значит, напоминаю вам, что именно так назвал Всевышний, так обходчиво в Декларации Независимости. Так, Тур Исраэль. Ве Го Алло. И Го Эль. Го Эль. Искупитель его, да. Так мы переводим, да. Теперь Барэх – это императив. Благослови. Да. Мы знаем это слово во множественном числе, да. Вызван Экторий, например, говорит. Бархо, это шэм аврах. Благословите. Да. А в единственном числе благослови. Барэх. Да. Государство Израиля решит это начало. Смихат. Расцвета. Га геула. Да. Так. Геула. Как лучше. Да. Избавление или га геула тену. Нашего избавления. Анна, вот тут мне немного странно. Потому что, когда добавляется местный именный суффикс, гула тену, обычно не используется определенный артикль га. Но если где-то вы это взяли, значит, наверное… Это я, подождите, я посмотрю. Нет, тут нет определенного артикля, нет. Это я что-то его тупо… А, понятно. Значит, вот так. Да, надо его выкинуть. Вот так должно быть. Геула тену. Да, точно нет. Ну, видите, как я замечательно знаю евреи. Вау. Так, не то сделал. Только вы букву вместе. Это я букву брал напрасно. Да, это я… Да, понятно, понятно. Да. Геула тену, понятно. Так. Начало роста избавления нашего. Смихатан-путероз. Так. Ну, Анна продолжит, да? Ну, допустим, да. Так. Получается. И как бы сказать, защити вот так вот. Ее. Охрани, охрани, охрани или защити, ну, ее государство, имеется в виду. На государственном единоженском. В данном случае, эврат – это, ну, эврат – это как часть тела, но и в данном случае крыло милости твоей. Эврат, да. Да, да, да. И защити его крыло милости твоей, и простри над ним, как это, шатер мира твоего. Именно так, да. Уфрос, алейно, суха, шалом, да. Это в молитве было. Так. Да, 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 спасибо. Так. Кто желает продолжить? Давайте я. Давайте, Сематей, раз выберетесь. Мы рады. Ушла Хорха, Варамидха, Верошеха, Сурея, Ве Йоацея, Ветакнем, Бе Эца Това, Мельфанеха. Да. И пошли свет твой, и истину твою. Наверное, слово Эммет, да. Ле Ромши. А, да. Главом ее, Медина, видимо, да. Да, да. Та Рейга. Да. Министром ее. Да. И советником ее. И советником ее, да. Так, Ветакнем. Исправлять, совершенствовать, да. Направлять. Да, и направлять советом хорошим, Ветака Твоего. Да, 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 да. Именно так, именно так. Этого нам очень не помешало. Верно. Так. Теперь следующую фразу. Да, Людмила, хочешь взять? Да. Верно. Да. Верно. и шо и шо атерат не цехон не цехон т.а. трим да давайте переведем усилиться или сильно руки твои нет руки магиней тех кто защищает защитников а защитников страны святых святой да страна земли святой да или по дышину нашей святости да святой нашей земли да и начни их это а привести к победе привести к победе да и направь их спасение да вот это да и и что-то с украшением украшение да они цехон победы да у венчая победы и венцом победы их увенчаем совершенно верно атерат или атора это венец и так называется ну например ну что называется воротничок к талиту тоже называется атора иногда украшен какими-то блестящими штучками серебром вышивкой и так далее как это арочка по-русски да наверное да 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 и дай мир в стране и радость мира Мира. Вечную, да. От мира, да, в значении вечности или в значении бесконечности, да. Жителям ее? Да, да, тем, кто поселился в ней, совершенно верно. Так, спасибо. Теперь я снова. И в скобках братьев наших, весь дом Израиля, пекад на бехоль арцеха, да. Вот как здесь перевести пекад код? Левкод – это буквально задействовать, да, вложить на счет. Перевод в книжке у меня вот вспомни, вспомни пока. А, вас вспомни, да. Покат, покат, покатте, это как будто вы… Совершенно верно. Иосиф говорит братьям, покат, покатте. Да, да, да. Во всех странах рассеяния их, то, что мы называем словом ивритским голубь или греческим словом диаспора, ве толихем – это их линь от слова олех. И приведи их в скорости. Комамиют – это распрямленными, с гордо поднятой головой, независимыми, да. Комем – тот же корень, что в слове кома. Кома – это буквально этаж. Это лакун. Лакун – вставать. Или просыпаться, да. В Сион имеется в виду земля Израиля. И Реха – город твой, но это про Ярушалаем. И в Ярушалаем – мешкан шемеха, обиталище имени твоего. Вот так. Так. Прошу вас теперь, Анна. Смотрите, Анна, мы не закончим сегодня это или мы оставим в следующий раз? Мне кажется, на всякую надо закончить, что там оставлять. Чуть-чуть осталось несколько предложений. Давайте переведем сначала. Так, и как написано в Туре Моше Рабатваемо, если как бы разбросан или рассеян будете даже до края небес, то и оттуда соберет вот тебя Господь Бог твой и оттуда возьмет тебя. Это цитата из книги дворин. Там будет 30-й главу. Нидах заброшенный буквально, да. Ир Нидаха – это город, как это сказать лучше, но закон об этом городе, Ир Нидахат, мы читали как раз вот в этой недельной главе. Это не читательный. Отверженный какой-то такой заброшенный, отверженный вот так. Да. Обреченный. Да, так. Дальше вы можете передать. Пускай ребят читают. Да. Да. ВЕВИЕХА, АШЕМАЛОКЕХА, ЕЛЬГААРЦ, АШЕРЬЯРШУ, АВТЕХА, ВИЛИШТА, ВЕТІВХА, ВИЛЬБХА, МЕВТЕХА. Так, и приведет себя Всевышний Бог твой, в землю, которую наследовали отцы твои. ВЕРИШТА, И НАСЛЯДУЮЩЕЮ. Да, И ОНАСЛЯДУЮЩЕЮ, СУЧАНОВЕРНОВЯЮ. И НАСЛЯДУЮЩЕЮ. ВЕГЭТИВХА, И УЛУЧИШЬ ЕЮ. ВЕГЭТИВХА. Он тебе, и он тебе, удобрит он тебе, он сделает. Он тебе сделает хорошо, да, он сделает тебе, удобрение. Хорошо, и размножит тебя МЕАЛУТЕХА. По сравнению с твоими отцами. Да, по сравнению с твоими отцами. То есть, сделать тебя более многочисленным, чем в прежнем поколении. Совершенно верно. Так, спасибо, Тимофей. Людмила, да, возьмет следующую фразу. Да. Вот это, да. Это какое-то замечание, что ли? Этой фразы почему-то не было, так сказать, для народов мира хотя бы странно. Хотя у них же тоже есть заповеди, которые им бы надо было соблюдать. Чего бы, а чего бы и нет. Странно. И один, а и вместе... Яхед, объедини, объедини. А, и объедини в сердце нашим. Сердца нашей, да. А в любви и страхе? В любви и страхе, трепете можно, да. Это твоего имени. Ага. Да. И сохраняй все вещи, слова, которые твои. Да, да, да. Да, да, прекрасно. Так, я смотрю, сколько нам... Ну, немного, да, конечно, мы сегодня закончим. Да. Спасибо вам. Так, теперь я. У шелах мейра пен Давида маши ях циткеха лифдот мэ ха кей кец ё шуатеха. И пришли в скорости сына Давида, помазанника святости твоей, а, извините, цедэк, цедэк, да, праведности твоей, и скупить мэ ха кей кец, да, тех, кто ожидает окончания ёшуатеха твоего спасения. То есть полноты, да, до конца спасения твоего. Пожалуйста, Анна, офа. Так, хо фа бэгадар геон узеха аль колью швэй тэвэль артеха. И явись, как сказать, в славе и геоны, в величии силы твоей или могущества твоего над всеми обитателями твоей земли или твоей вселенной даже. Да, 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 вселенной мира. Мира твоей воли. Да, да, да. Да, замечательно. Так, и Тимофея досталась самая последняя, да? Да. Вэймар коль ашэр нэшэма бэфо. Бэфо. Так, и скажет всякий, чья душа в носу его. Бэапо в устах его. Каждый скажет, да. У кого есть дыхание? Наверное, дыхание нэшэма. Да, нэшэма – это душа, нэшэма – это дыхание. Но вот здесь почему-то нэшэма. Да, да. Так, так, так. Ну что, Людмила последняя? Бэапо? Да, давайте перед этим Людмиле. Так. Гашем элукейн. Адонай элукейн. Гашем элукейн. Израэль мэлах. Умэлхутоба бахоль баколь. Машалам. Машалам. Амэн села. Да, да, да. бог израиля царь его во всех владениях и окончание такое это навечно да это же на распев по моему поют красивая мелодия да да и такое бывает на шаббат здесь в местной синагоге сталкиваешься как красивую мелодию обычно используют ну я слышал и под мелодию я слышал без мелодии но так на речитативом красиво вот главное главное конечно содержание ну что же замечательно мы сегодня много успели вот и значит хорошей вам недели слава богу на этой неделе начинается уже месяц элуль да субботу мы благословили начало месяца вот элуль это последний месяц года ведь посвященный шуве вот и будем надеяться что суд небесный не будет к нам слишком строг как сочинил витя шапира что строгий суд небесный услышит нашу песню и будет к нам слишком строг вот на этой радостной ноте я завершаю сегодняшний урок спасибо приходите еще спасибо всем счастливо спасибо пока спасибо спасибо за просмотр и просмотр и просмотр и досмотр и просмотр 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 и